Текущие вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества. Глава региона провел совещание с генеральными директорами нефтяных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Ниньского округа. Предметом диалога стали вопросы участия недропользователей в социально-экономической жизни региона. По словам руководителя Департамента природных ресурсов НАО Сергея Андреянова, на территории региона зарегистрировано 383 компании-подрядчика. Благодаря налоговым отчислениям в прошлом году бюджет округа получил свыше полутора миллиардов рублей. Условия, которые сегодня созданы на территории, позволяют нам вместе с вами создавать умное производство. Есть возможность вкладывать, благодаря институционному климату на территорию округа, вкладывать приличные финансовые ресурсы, в том числе и в технологии на нашей территории. Мы вместе с вами пытаемся создать компетенцию наших жителей, чтобы не было сложностей при поиске рабочей силы, потому что сегодня условия работы в том же требуют не только желания, но и большой компетенции. В этом году за счет средств недропользователей в регионе началось переоснащение учебных заведений. На модернизацию учреждений системы профобразования компания «Русит Петра» выделила порядка 70 миллионов рублей. 70% этой суммы направлено на перезагрузку профучилища с целью подготовки квалифицированных рабочих кадров, в том числе и для сферы недропользования. В этом году профессиональное училище сделало набор операторов нефтяных и газовых. Скажем, можно будет уже с этого года, начиная, посмотреть ребят, встретиться с ними и определить. Ведь можно заключить и такой трехсторонний договор. Как мы говорим, без оплаты со стороны сегодня получается за обучение недропользователя, но получить потом студента, уже специалиста, которые необходимы, которые будут работать именно у вас. Галина Медведева на совещании с недропользователями предложила разработать совместную программу по подготовке востребованных специалистов, которые в дальнейшем смогут работать на месторождениях. В завершение совещания глава региона Игорь Кожин поблагодарил недропользователей за активное участие в развитии региона и вручил руководителям благодарственные письма.